Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, сегодня 20 мая, пятница. Главная новость с начала агрессивного российского вторжения в Украину, это то, что накануне 19 мая в четверг Конгресс США, а точнее верхняя его палата, Сенат окончательно утвердил пакет военной и экономической помощи в Украине на 40 миллиардов долларов. Из них 24 миллиарда долларов пойдут в качестве военной помощи украинским вооруженным силам. Это самый крупный пакет помощи, который Соединенные Штаты когда-либо, кому бы то ни было, оказывали единовременно. Делесть идет о том, что этот пакет будет реализован, как можно предположить, в рамках текущего года. И это показывает, что он далеко не последний. Совершенно очевидно, за ним, если война России против Украины продолжится и в 2023-м, последуют другие пакеты. Это показывает, что Соединенные Штаты не просто не собираются отстраняться от Украины. Это показывает, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего периода агрессивного российского вторжения. То есть на протяжении всего того срока, который потребуется украинским военным, изгнать российских агрессоров из всех своих территорий. Не только тех, которые Путин захватил после 24 февраля этого года, но и тех, которые Путин захватил до этого момента. Давайте посмотрим, что по цифрам. Обороны бюджета Российской Федерации составляют около 50 миллиардов долларов в год. Сейчас Украина получит 24 миллиарда долларов. И это к тем 4 миллиардам долларов, которые Украина получила только с момента полномасштабного российского вторжения. Итого уже получается, что только в текущем году Украина получит 28 миллиардов долларов. И опять же, вряд ли это можно считать пределом. Ведь надо не забывать о том, что Соединенные Штаты еще и закон о ленд-лизе для Украины приняли совсем недавно. А ленд-лиз и вот этот пакет помощи в размере 24 миллиардов долларов – это разные абсолютно программы. Поэтому мы можем предположить, что украинские вооруженные силы получат примерно такой же объем денежной помощи, что и российские вооруженные силы. Но мы здесь сравниваем только те цифры, которые видим на бумаге. А ведь понятное дело, что российский оборонный бюджет – это совсем не то, что реально дойдет до российских вооруженных сил. И это видно по тому, собственно, а как экипированы, оказывается, те самые русские, на самом деле не солдаты, конечно, а убийцы и мародеры, которых украинцы захватывают в плен или находят убитыми. Но выясняется, что эти русские солдаты одеты в мешки, в буквальном смысле как бомжи. Что у них нет элементарных средств, которые давно есть уже у украинских военных. У русских солдат зачастую нет ни нормальных бронежилетов, ни нормальных современных шлемов, никакого нормального современного оборудования, тех же тепловизоров. У них нет нормальной одежды, у них нет нормальных сухпайков, а те, что есть, оказываются просроченными. У них, в общем-то, зачастую нет и нормальных средств связи. Именно поэтому русские военные часто вынуждены переходить на открытую мобильную связь. И, соответственно, их переговоры между, собственно, самими русскими военными, а также их переговоры с родственниками или знакомыми в России становятся предметом гласности. Служба безопасности Украины просто перехватывает такие беседы и затем мы все узнаем о том, что на самом деле с моральным духом у русских оккупантов или какие именно они преступления совершают на территории Украины. В частности, мы, например, узнаем, что некоторые русские солдаты откровенно пытают, скажем, украинских пленных или расстреливают мирных жителей, насилуют, убивают, грабят их. Обо всем этом мы узнаем именно потому, что русские военные общаются по открытой, незащищенной связи, а другого у них часто нету или та, что есть, глушится украинскими военными. И это тоже часть вот той самой проблемы с элементарным оснащением, а точнее говоря, отсутствием такого оснащения у русских военных. И это при том, что, еще раз подчеркиваю, формально, по бумаге, бюджет вооруженных сил России составляет примерно ту сумму, которую сейчас Соединенные Штаты направляют украинцам. Поэтому в конечном итоге, с точки зрения финансирования, украинская армия уже через относительно недолгий срок окажется намного лучше вооружена, чем российская армия. Что это означает с точки зрения того, как вооруженные силы Украины будут действовать на поле боя? Совершенно очевидно. Я напомню, что сейчас Джо Байден раз в 3-4 недели подписывает очередной пакет военной помощи вооруженным силам Украины на сумму примерно в 800 миллионов долларов. И последний такой пакет включал себя в частности, но не только, 90 гаубиц. И вчера стало известно о том, что Джо Байден подписал срочный пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов. И в этот пакет входят в первую очередь, опять же, гаубиц. 18 единиц. И таким образом Соединенные Штаты только за последнее время, получается, поставили, а точнее говоря, поставили уже, можно сказать, Украине более 100 гаубиц. Что это означает? Посмотрите, что такое 24 миллиарда долларов той военной помощи, которую сейчас Конгресс утвердил. И, естественно, помощь, которую Джо Байден подпишет уже сегодня в пятницу. Разделите это на 12 месяцев, вы получите примерно по 2 миллиарда долларов в месяц. Не исключено, что эта помощь будет выделяться Украине реально намного быстрее. Может быть, будет и 3, и 4 миллиарда долларов в месяц. И соотнесите теперь вот с этими пакетами, о которых мы уже знаем. 800 миллионов долларов, это 90 гаубиц, это и джеверины, это стингеры, это контрбатарейные радары, это радары по мониторингу воздушного пространства и очень много другого оборудования, о чем мы с вами ранее говорили. Разумеется, это еще и снаряд. Так вот, это 800 миллионов долларов. А что такое будет 2 миллиарда долларов? Или больше? Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты в течение этого года, а может быть, даже до конца 2022-го, смогут предоставить Украине тысячи, а может быть, и две тысячи гаубиц. Если таковые имеются, конечно, у Соединенных Штатов, ну а если на складах не найдется, то, по всей видимости, сейчас США наладят производство этих гаубиц именно для того, чтобы оснастить украинскую армию. И это только еще раз подчеркиваю на ближайшие 8, 10, 12 месяцев. Что это означает? А здесь нужно вспомнить о том, что для наступающей армии в отношении к обороняющейся соотношению сил должно быть 3 к 1. А теперь представьте, что будет через полгода, когда украинцы получат в рамках вот этого самого пакета помощи на 24 миллиарда долларов. Не считая Ленд-Лиза, я думаю, не нужно говорить, что в течение этого года с математической точки зрения у вооруженных сил Украины будет явное превосходство перед российскими вооруженными силами. Впрочем, о сроках я сейчас не берусь. Судить это может быть и через два месяца, это может быть и через четыре, и через шесть, и через восемь месяцев. Суть не в этом. Суть в том, что время-то работает на Украину, а не на Россию. Ведь Россия, наоборот, каждый день все сильнее истощается. И да, пока что Россию временно спасают те сверхдоходы от нефти и газа, но на самом деле эти евро и доллары, которые Россия получает сейчас от продажи энергоресурсов, на самом деле она потратить не может, потому что находится под тотальными санкциями. И мы видим это по тому, как резко упал сейчас импорт в Россию. Стратегическая цель обозначена. Сломать экономическую машину России и сломать ее военную машину. Но это будет сделано, когда такие цели Европа ставит, и когда она переходит вместе с Соединенными Штатами к конкретным действиям, и эту машину уже не остановить. Если сейчас мы видим признаки того, что российская экономика уже сыпется, и по самым скромным оценкам в этом году она потеряет 10%, то мы можем не сомневаться, что когда заработает эмбарго на нефть и газ, российская экономика скокожится на 30, 40, 50, 60, 70%. Это все еще впереди, и это будет в течение нескольких лет. А Украина в это время продолжит получать вот эти баснословные, будем откровенно говорить, финансовые, вспомоществования Соединенных Штатов. И не только США. Евросоюз сейчас вот-вот со дня на день, или с недели на неделю, утвердит выделение помощи Украине в размере почти 19 миллиардов евро. Что составляет половину того, что дают США, и в совокупности это более 60 миллиардов долларов. Ничего подобного, конечно, Россия не может противопоставить, потому что главная проблема для России это перекрытие для нее всех технологических поставок, в результате чего ее военная машина не может обновляться, она не может пополняться, она не может восстанавливаться, запасы по боеприпасам, по ракетам, по военной технике у России с каждым днем тают. То, что сейчас Россия показывает, это все результат инерции. Инерции, которая была задана предыдущими жирными нефтяными газовыми технологическими годами, когда Запад работал с Россией. Но на эту инерцию далеко не уедешь. Сейчас, как говорит Шойгу, Россия, возможно, отщепнет еще немножко Луганской и Донецкой областей, но на этом все. Мы видим, что она уже очень серьезно буксует, тогда как реальная машина помощи со стороны Запада в адрес Украины еще не начала действовать. А, соответственно, санкции против России тоже находятся только в начале своего действия. Когда закончится вот эта инерция, за счет которой Россия все еще может как-то ехать, начнется совсем другая игра. И эту игру обеспечивают Соединенные Штаты и Евросоюз для Украины своими пакетами помощи, которые, безусловно, являются первыми, но не являются последними в этой долгой битве цивилизованного мира против российской бандгруппы, которая прикидывается страной и государством. Спасибо, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию через ссылки, которые я даю в описании к этому видео. На организацию Вернись живым и Спецсчет Насбанка Украины. Там же, в описании к этому видео, вы найдете и ссылки на PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. Мира и здоровья вам! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok